В одной из европейских стран провели такой эксперимент, такой сделали. Взяли, там сколько это человек, 5 или 10, не помню, и дали им топоры и сказали, вы неделю рубите деревья. То есть вывели их на площадку, вы рубите деревья, и за эту неделю вы получите вознаграждение, там, по-моему, 3000 долларов. Взяли такую же самую группу людей и сказали, вы точно так берете топоры, вы идете на площадку, и вы неделю рубите, но вы получите 6000 долларов. Но есть условия. Первая группа рубит как положено, вторая группа рубит обухом, другой стороной. Если, сказали, кто-то не выдержит, то есть не выстоит, то вы просто-напросто не получите это вознаграждение. Первая группа неделю отрубила, 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 и получили свое вознаграждение. Вторая группа, которая была, ни один человек не дошел до конца. Потому что никто не хотел через какое-то время бить без результата. Они били обухом, все, что они смогли, это разбили кору. И постепенно начали люди отходить и отказываться от этого эксперимента. Даже ради денег люди не готовы по 8 часов в день лупить без результата. И иногда складывается впечатление у некоторых людей, что когда мы приносим Богу свои десятинные приношения, кто-то может сказать, я не вижу результата. И ему кажется, что он бьет обухом. Послушайте, это не для христианства. Место Писания одно говорит. Наставляемый словом делись всяким добром составляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в вод свое плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечная. И вот девятый стих. Делая добро, да не унывай ем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Вот этот стих, он как-то открывается после этой истории с другой стороны. Делая добро, да не унываем, ты все равно пожнешь. Независимо от того, что ты сильный удар нанес или не сильный, ты главное бей не обухом. И все равно в свое время пожнем, если не ослабеем. Иногда бывает ослабеваешь. Ты начинаешь думать, да что помогает мне, в чем помогает это приношение десятин. Это ты ослабил дверь. Я не знаю там, у кого-то может кто-то святой, у него не возникали такие вопросы, где воздаяние на мои жертвы, где воздаяние на мои приношения, на мои десятины. Может быть есть такие супер духовные, которые за свою христианскую жизнь никогда не задавали Богу этот вопрос. Такие есть? Я думаю, что таких нет. Каждый всегда имел какие-то отношения с Богом в этом плане. А Бог говорит, если не ослабеешь, если не ослабеешь. Дерево упадет, если не ослабеешь. Ты не просто исповедание какое-то бездела. Наши исповедания с делами. И еще одна история, которую я бы хотел завершить, это та история, которую я знаю. Это была с моим родным братом. Он закончил школу, и отец его взял на шахту, на стажировку к себе в бригаду. И первые дни на поверхности они работали, то есть не в самой шахте. И там нужно было разбить стену. Стояла стена такая бетонная, там сантиметров восемь. И нужно было пробить дырку, чтобы кабеля туда протянуть. И отец мой брату, сыну своему, говорит, на кувалду, это такая, кто не знает, такая металлическая штука, на палке, килограмм там на восемь. И говорит, бей. Говорит, за смену это должен пробить. И вот мой брат бьет эту стену, и он сам рассказывал. Эта история, мы еще тогда неверующие были, но она так засела глубоко в сердце. И он бил, бил. И все, что он увидел, это вот как чуть-чуть просыпано было. И через какое-то время, через определенное время, он говорит, все, я не могу. Он бросил мула, говорит, я не могу. Я уже, говорит, ну не вижу, сколько бью, результата нет. И отец берет его, заводит его с другой стороны, стены обходят этот забор, и говорит, смотри, а там вот такая дырень, которая вся окрошилась уже. И там осталось несколько ударов, для того, чтобы пробить эту дырку. И он говорит, я, говорит, столько в жизни, говорит, переосмыслил после этой картины, что осталось несколько ударов, а я, говорит, бросил эту кувалду. Мне осталось чуть-чуть, а вера ослабела. А результата, на первый взгляд, не видно было, но он есть на той стороне. С духовной стороны, результат есть. Аллилуйя. Поэтому, когда мы, когда мы, давайте я скажу, не мы, не ослабеваем своей вере. Ибо в свое время, которое предназначено нам Богом, мы пожнем, если не ослабеем. Аллилуйя. Аллилуйя.